Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений и в очередной раз решили записать для вас видеоотчет о поездке за мотоциклами в Европу. Я думаю, что вам будет интересно, потому что за три недели мы проехали 10 тысяч километров, посетили 11 стран и купили 9 мотоциклов. Если вы помните, месяц назад мы записали видео о том, что находимся в Европе и принимаем заказы на новые мотоциклы. Мы сейчас находимся в Европе и это первый день нашей большой поездки. Поездка продлится порядка двух-трех недель и неизвестно, куда нас занесет. В данный момент мы располагаемся в Польше, а уже завтра мы можем оказаться в Италии, в Нидерландах, в Германии, где угодно. На тот момент у нас уже в заказе было 4 байка и мы готовы были принять еще несколько для того, чтобы расширить, так скажем, нашу зону поиска. Потому что нашей целью всегда является открытие для себя новых стран. Но в тот момент мы даже не представляли, о каких странах идет речь. Мы были просто открыты ко всему, мы были готовы ехать за хорошим мотоциклом в любую из стран и на любые расстояния. Ну, в общем-то, так и получилось. И хочу вам рассказать об одном нововведении, которое мы внедрили в эту поездку и оно просто невероятно облегчило жизнь и нам, и нашим клиентам. Это создание группы, специальной группы только для клиентов. То есть мы пригласили тех, кто с нами подписал договор и внес предоплату на мотоциклы. В эту группу мы выкладывали информацию о том, где мы сейчас находимся, о том, какие мотоциклы покупаем в реальном времени. И, кстати, сейчас эта группа тоже мне поможет, потому что вся хронология нашей поездки сохранилась здесь. Нашей задачей в первый же день было составить список мотоциклов, которые необходимо прозвонить, запросить фотографии у продавцов. Либо, если эти мотоциклы неподалеку находятся, то мы могли сразу же за ними отправиться. И на наше счастье появился такой замечательный байк, как Honda CBR 600 F4i 2001 года с пробега 8000 километров. Но, разумеется, просто объявлению мы не поверили. Но повезло, этот мотоцикл находился не очень далеко, и мы тут же вечером отправились за ним. Всем скептикам посвящается. Купили в Польше мотоцикл. Называется F4i себе. Посмотрите на траверсу. В ужасном состоянии все, конечно. Поворачиваем ключик. 8500. Ну, скрутили, конечно же. Естественно, это же Польша. Мы решили этому мотоциклу, дабы он соответствовал пробегу, поменять двигатель, раму, бак, колеса, глушитель. Весь пластик новый купили. И теперь этот мотоцикл соответствует заявленному пробегу. Так что все, как вы и говорили. После такого удачного начала мы поверили собственные силы и принялись прозванивать следующих продавцов. На следующий день мы нашли неплохой Transalp 600. Но дело в том, что продавец не смог нам показать его на неделе, а обещал сделать это вечером в воскресенье. До воскресенья нам оставалось 5 дней, и мы понимали, что не стоит тратить время на ожидания, и отправились за следующим байком. Это был тоже F4i 2003 года, и как нам казалось, он был в отличном состоянии. Тем более, что продавца мы знали, и он нас уверил, что байк в отличном состоянии. По сути, мы туда ехали уже с намерением приобрести этот мотоцикл. Но когда мы туда приехали, стало очевидно, что он не соответствует нашим ожиданиям. Он делается, видишь? Ну, разница. Здесь уже очный. На самом деле, дальнейший осмотр теряет мысль. Ну, в общем, вариант не в нашем деле. В ближайшие дни он сказал. Клиент, конечно же, расстроился, потому что изначально именно этот мотоцикл он себе и хотел приобрести. Но мы ему предложили другой вариант, на который он посмотрел как-то скептически. Но, тем не менее, мы настояли на своем и отправились на осмотр этого байка. Друзья, посмотрите на мотоцикл с пробегом 20 тысяч. Хозяин, ты нормально на нем жаривал. Без всяких натяжек. Мотоцикл наш. Оказалось, что он был в идеальнейшем состоянии. Несмотря на свой пробег в 20 тысяч километров, он был просто изумительный. И нам стоило определенных трудов, чтобы уговорить клиента закрыть глаза на то, что у него не тот цвет. А именно обратить свое пристальное внимание на то, в каком он состоянии. Клиент, слава богу, дал добро. Мы договорились по цене с продавцом. И все у нас получилось. Следующим байком был Yamaha FZS 600. Или попросту Fizer. Мотик проверил. Начнем с того, что здесь не должен торчать герметик. Вообще никак. Здесь не должна быть краска. Даже глушители покрашены. Вот здесь это много-много раз снималось. Поюзанный мотоцикл явно довольно сильный. Пробег у него тысяч так под 70-80. Это не наш вариант. Несмотря на большой выбор мотоциклов в этом мотосалоне, ничего хорошего для себя мы найти так и не смогли. Уже в этот же вечер мы нашли неплохой вариант CBR 600 F4i. Потому что в заказе у нас было три таких мотоцикла. И этот мотоцикл находился в Германии, неподалеку от города Штутгарт. По фотографиям было просто все отлично. К тому же продавец говорил по телефону, что действительно мотоцикл в суперсостоянии. Не доверять немцам у нас нет оснований. Потому что принято считать, что немцы очень педантичный народ. И если они что-то говорят, то так оно и есть на самом деле. Но когда мы приехали осматривать этот мотоцикл, не сразу, но через какое-то время нам бросились в глаза некоторые нюансы. Когда мы его завели, все было отлично. Но буквально спустя минут 10 появился определенный цокот. Скорее всего клапана требует регулировки. Процедура вроде бы не сложная. Но зачем нам покупать мотоцикл, который уже изначально требует каких-то вмешательств в двигатель? Но помимо этого, под мотоциклом мы обнаружили, пускай и незначительную, но лужу масла. Эти два момента перечеркнули все наше желание приобретать этот мотоцикл. И получается, что к тому моменту прошло два дня, и мы все еще не купили ни один мотоцикл. И хочешь ты этого или нет, но настроение твое портится. И непонятно, а вообще повезет нам или не повезет. Найдется ли то, что мы ищем. Но на следующий день такой мотоцикл нашелся. И это была Yamaha Fazer 2001 года. Это наш вариант. Посмотрите, на какой он красивый. Просто идеальный. Валик, приложи нашу штуку. 86. Круто. Можно грузить. Наш вариант. Наше настроение тут же улучшилось, и все предыдущие наши невзгоды тут же остались в прошлом. Но для того, чтобы приобрести этот мотоцикл, нам понадобилось определенное время. Потому что продавец принимает только евро, а у нас на руках были только доллары. И мы совершенно оказались не готовы к тому, что поменять доллар на евро внутри страны, ну почти нереально. Куда бы я ни приходил, мне всегда отвечали, что для того, чтобы поменять доллары на евро, вам необходимо иметь счет в нашем банке. Ну, соответственно, у меня в германских банках счета нет. Поэтому пришлось изворачиваться, искать какие-то варианты, снимать с карточек. В общем, потратили уйму времени и поняли совершенно точно, что в Германию ехать нужно только с евро. Доллары там не нужны никому, абсолютно. Потратив несколько часов на обмен денег, мы таки вернулись к продавцу и забрали новенький для нас сверкающий Yamaha Fazer 600. После покупки Fazer мы оказались на распутье. Мы не знали, куда нам двигаться. Возвращаться обратно в Польшу, через Германию или ехать в какую-то новую для себя страну. Вариантов у нас было всего два. Вариант номер один это Нидерланды и Бельгия, объединим эти страны. И вторая сторона, куда мы хотели отправиться, это была Швейцария. Что мы знали о Швейцарии на тот момент? Ну, то, что она делает часы, она делает шоколад, у нее самые надежные в мире банки и, пожалуй, все. Все же мы решили отправиться в эту неизведанную для нас страну, потому что она нас манила своей загадочностью, альпами, своей красотой. Представьте, едете вы себе такой, сквозь швейцарские альпы, и видите, в магазин мотоцикл. Но если посмотреть, например, на эту F4 на карбюраторах, то состояние ее просто удручающее. Но при этом цена 2400 евро. Сами посчитайте. Бандит. Ему плохо. Ну, конечно же, без нюансов не обходится. Дело в том, что Швейцария считается одной из самых дорогих стран в мире. Но мы об этом узнали, когда уже находились внутри. И просто для сравнения скажу вам. Мы сняли небольшой такой отельчик, за который платили в сутки 100 евро. Это 7000 рублей. Это был самый простой отель, который мы смогли найти. Проще не бывает. Это были сумасшедшие расходы. Нас волосы стали на голове. Мы не понимали, что происходит. Как вообще такое возможно? Как здесь люди живут? Ну, а потом стало известно, что средняя зарплата обычного швейцарца примерно 4000 евро в месяц. И это средняя зарплата. Соответственно, обычно они зарабатывают в районе 6000 евро в месяц. Если вы умножите на 70 рублей, то получится в районе 400 тысяч рублей в месяц. Ну, понятно, что это все компенсируется высокими расходами, высокими налогами, страфами и так далее. Но, тем не менее, в Швейцарии уровень жизни действительно достаточно высок. Но я что-то отвлекся. Давайте вернемся к нашим мотоциклам. Первым же мотоциклом на нашем пути был Honda VFR 800. И знаете, когда мы приехали смотреть этот мотоцикл, нас ждал очередной, на этот раз, приятный сюрприз. Когда мы попытались у продавца получить как можно больше информации об этом мотоцикле, что он из себя представляет, сколько было владельцев и так далее, мы говорили, ты говоришь по-английски? Он говорит, нет, не говорю. Ты говоришь по-немецки? Он говорит, да, конечно, говорю, потому что в Швейцарии. Но проблема в том, что мы не говорим на немецком. И еще мы спросили, а может быть ты говоришь на русском? Он говорит, нет, на русском не говорю. По-польски говорю. Вот в этот момент вы не видели лица Валентина. Потому что он обрадовался просто как ребенок. Как будто он встретил свою родную душу. Для Валентина польский язык, он второй родной, можно сказать. Он по-польски говорит просто великолепный. Валентин с продавцом тут же нашли общий язык, обсудили этот мотоцикл, и мы его купили. И это был наш первый мотоцикл, купленный в Швейцарии. Обрадовавшись такому началу, мы отправились дальше. За Хонды Хорнет 2004 года серебристо-матового цвета. Тут на самом деле рассказывать нечего, потому что выглядело это примерно так. Мы заходим в мотосалон, смотрим на мотоцикл, понимаем, что он нам полностью подходит. Я спрашиваю, это последняя цена? Продавец говорит, да, это последняя цена. Мы достаем деньги, рассчитываемся, нам выписывают договор купли-продажи, мы грузим мотоцикл и уезжаем. Примерно это было так. Таким образом, у нас в кузове находилось уже 4 мотоцикла. По сути, миссия по покупке мотоциклов в Швейцарии у нас была закончена. Мы купили в новой для себя стране мотоциклы. Мы чувствовали себя героями. Нам нужно было покидать Швейцарию. По той простой причине, что каждый день пребывания там стоил больших денег. Мы решили снять отель в Италии. Сейчас находимся в Италии. Очень сильно устали, друзья. Работы много. Не самые лучшие условия у нас, понимаете? Приходится очень много работать. Устали просто до невозможности. В общем, сейчас едем в Милан. Там будем смотреть Харнет. И, возможно, еще несколько интересных мотоциклов. Первый же осмотр показал, что у него есть ряд недостатков. Крашеный бак. Выцветшая крышка. То есть, это говорит о том, что мотоцикл используется исключительно в городе. И пробег в 37 тысяч километров. Вполне возможно, что реальный. Наверное, да, реальный. Но нам мотоцикл не очень нравится. Прежде всего. Уже на следующий день мы снова решили вернуться в Швейцарию. Потому что там нас ждал Сибир 600 F4i. То есть, третий по списку, который нам нужно было купить. Когда мы приехали осматривать этот мотоцикл, то, в принципе, увидели довольно-таки неплохой мотоцикл. Но были у него нюансы. Что касается технической части, то там было все отлично. Но косметические моменты, они присутствовали. Мотоцикл падал как на правую сторону, так и на левую. Ну и пусть эти падения были довольно несущественны. Тем не менее, следы от этих падений остались. И я просто стал вести диалог с продавцом. Сказав, что вот здесь есть проблемы. Указал на них. И было бы неплохо получить скидку. Ну, потому что мотоцикл весь стоил достаточно внушительных денег. На что продавец категорически отказался скидывать, какие бы то ни было деньги. Конечно, нас это удивило, расстроило. Но ничего с этим не поделаешь. Мы все-таки приняли решение покупать этот мотоцикл. Мы поехали в соседний город, поменяли деньги. Прошло буквально минут 40, ну, может быть, час, не более того. Мы приехали к продавцу, постучались к нему в его кабинет. Сказали, мы здесь и готовы приобрести F4i. На что он нам ответил, мотоцикл продан. За один час. И стоял буквально человек, который это сделал. Честно говоря, мне хотелось этого человека просто придушить. Потому что он увел наш мотоцикл. Но это была на самом деле наша вина, конечно. Потому что мы не оставляли никаких задатков. Продавец, воспользовавшись полным своим правом, продал этот байк другому человеку. В Италии нашей целью было приобрести CB600 Hornet 2005-2006 года. Мы отправились прямиком в Венецию, в которой вечером и оказались. И на следующий день мы договорились о встрече с продавцом, который с удовольствием согласился показать нам свой мотоцикл. Когда мы его увидели, стало совершенно очевидно, что это наш вариант. Мы сделали это. Мы только что купили замечательный Hornet 2005 или 2006 года. Не проверяли этот момент. В общем, ничего сложного. Самое сложное – это договориться с хозяином мотоцикла о встрече. Потому что они все очень любят отдыхать. Никто не любит продавать мотоцикл на экспорт. Ну и вообще, найти хороший мотоцикл в Италии сложнее, чем мы полагали. Но этот вариант действительно в нашем стиле. 30 с чем-то тысяч пробег. Естественно, оригинальная покраска. Цвет очень редкий, но просто изумительный. Небеса будут радоваться. Погрузили мотоцикл и уже с пятью байками и с чувством выполненного долга отправились назад, ну скажем так, в нашу родную Польшу. Валентин уже мог взять пять мотоциклов и отправиться на растаможку. А я, в свою очередь, мог продолжить поиски мотоциклов. Чем я, собственно, и занялся. И буквально на следующий день появился отличный F4i. Самое интересное, то что у этого мотоцикла был пробег 9900 километров. Ну, округлим до 10 тысяч километров. Когда я приехал, стало понятно, что пробег реальный. Начну с не очень хороших новостей. Значит, есть вот такие нюансы. Крышка поцарапанная. На пластике вот такая фигня есть. Вот здесь есть поворотничек. Он как бы живой. Надо просто разобрать, собрать, и все будет хорошо. А вот на этой стороне, парень, небольшая царапка. Скорее всего, уже во время транспортировки или что-то такое. Зеркала. И здесь на зеркале чуть-чуть. Зеркало, возможно, поменяли. Вот здесь чуть-чуть есть. Значит, почему я его взял? Объясняю. Смотрите на резину. Значит, 48-я неделя 2002 года. Это передняя. Задняя. 50-я неделя 2002 года. По протектору видно, что половина изношена. Даже, можно сказать, полностью изношена. Протонки посмотрим сюда. Цепь. Цепь стоит здесь, вы видите, new, описано. И зеленая такая область. Это значит, что цепь ни разу не натягивалась. И это видно по болтам. Они ни разу не открещивались. Диски тормозные передние, они вообще новые, можно сказать. Радиатор, трубы. Все в отличном состоянии. Бак оригинал. Я вчера его проверял. Он не окрашенный. Ну и, в общем, основное. Почему я его взял? Потому что... Потому что 9900 пробег. Это реальный пробег. Самое крутое, то, что мотоцикл покупался у хозяина, который поставил на учет этот байк в 2003 году. То есть, он был в одних руках 14 лет. Это был тот самый случай, когда плюсы перевесили минусы. На следующий день я сделал видео, показал его клиенту. Клиент сказал, окей, вот эти косяки надо устранить. За что мы, в принципе, и взялись. И вот вы можете посмотреть на результат, что же получилось. Сразу же, не теряя времени, в этот же вечер я отправился за мотоциклом Бандит 600. Глядя на фотографии из этого объявления, стало понятно, что байк действительно в прекрасном состоянии. И я не стал терять времени, я отправился в этот же вечер, потому что боялся, что его продадут. Все написано идеально. Приезжаю к продавцу и вспоминаю, что лет 6 назад я уже был у него. Увидев эти знакомые места, я сразу понял, что там меня ждет что-то не очень хорошее. Заходим к нему в гараж. Стоит Бандит. На центральной подставке снято сиденье. Подключены крокодила к аккумулятору. И он пытается его завести. Мотоцикл не заводится? Я просто посмотрел этот мотоцикл буквально секунд 20. Мне стало понятно, что даже если его реанимировать, он на километр не приблизится к тому, что было в объявлении. Я, конечно, ему пожал руку, сказал, чувак, спасибо. Не стал там ругаться. Ну, какой смысл? Он, скорее всего, прекрасно понимает, что он делает. И пытаться его как-то вразумить, ну, нет смысла. Я отправился в отель. И на следующий день мне нужно было найти еще три мотоцикла для того, чтобы уже завершать свою поездку. Потому что она и так уже получилась довольно длинной. На следующий день я вспомнил, что нахожусь неподалеку от продавца, которого мы тоже неплохо знаем. Но знаем также и то, что у него мотоциклы процентов 80-90 в таком среднем состоянии. Может, даже ниже среднего. Тем не менее, я решил попытать счастье отправиться к нему. Вдруг что-то найдется хорошее. И вы знаете, действительно повезло. Мы приехали. Точнее, приехал я. И обнаружил там два заинтересовавших меня мотоцикла. Это была диверсия 900 для клиента, который хотел Бандит. А также это был Пегаса для клиента, который хотел Трансальп. Ну, почему такое решение по Трансальпу, сейчас объясню. Потому что Трансальпы по низким ценам просто куда-то испарились. Чувствуется наступление сезона продаж. Все хорошие варианты уже начинают разбирать. Поэтому мы с клиентом решили, что для него подойдет Пегаса 650. Тем более, что этот мотоцикл ниже, чем стоимость Трансальпа. И в принципе, все сходится. Я достал эти два мотоцикла, всячески их проверил. И каково же было удивление, что они были в отличном состоянии. Мне ничего не осталось, как оплатить эти байки, загрузить их в свой автобус и отправиться обратно на границу. На этом мое путешествие закончилось. У нас остался всего лишь один некупленный мотоцикл, который мы решили отложить уже на следующий год. И клиент сказал, что подождет с удовольствием, лишь бы был хороший вариант. Что хочу сказать в заключении. Ну, во-первых, большое спасибо всем клиентам, которые доверили нам такую ответственную задачу, как поиск мотоцикла. Именно благодаря вам нам удалось посетить так много стран. Во-вторых, хочется сказать спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Оно получилось достаточно длинным. Ну, а на этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать это видео. Впереди вас, как всегда, ждет много интересного. Увидимся!